Помните этот шикарный вид? Да, я вновь в Исландии. Но в этот раз со мной стримеры 89-го сквада. Вова Братишкин, Диана Райс, Саня Джойнтайм, зритель Вова Васкерджи и Степаша. Известный ютубер по CSGO. Степаша! Да, у него такой никнейм. Мы тоже все долго ржали. Вместе мы отправимся в путешествие длительностью 7 дней, чтобы своими глазами увидеть летнюю Исландию. И дабы не отвлекаться на сон, для нас круглые сутки будет светить солнце. Решаем, кто будет сидеть сзади. И раз, два, три. Раз, два, три. Дальше, дальше. Раз, два, три. О, ну все, мы сзади вдвоем. Бл***ь, постава. Какая. Идея. Ну это не честно. Мы натупили с этими всеми приколами. Что самое смешное, это то, что здесь до сих пор лежат мои салфетки в машине. Спустя три месяца. И стики кайкосу. Гейра Бакари Это отличная небольшая местная пекарня с ароматным кофе, свежей выпечкой, пончиками, сэндвичами и огромными исландскими булочками с корицей. Ну а что касается самих цен, как и во всей Исландии, безумно дорого. За обычный сэндвич с листом салата и пару кусочков ветчины вы заплатите 7 долларов. Это еще не дорого. Находится эта пекарня в Баргернесе, всего в часе езды от Рейхявика. Но самое главное, что здесь происходили съемки фильма «Тайная жизнь» Уолтера Митти. Я его, кстати, посмотрел сразу после того, как мы посетили это заведение. И скажу вам, очень хороший фильм. Холодно. Кто хочет пить? Я. На. Давай. Краденая. Он, короче, в ресторане Митти, Волтера Митти, вот, Папси-кол, стыпсил. Казал, что он засунул. Но нас не хотели обслуживать, потому что у нас не было этих тикетов, поэтому... Мы приехали на источник металлической воды. Смотри, я вон, смотри в глаза, смотри, я в ноль, ты не слабоится. Мы приехали на минеральный источник воды. Вот. Кейкс, ты че видишь, как пахнет куриным говном, а? Я чувствую, как ты нассал там в поле. Вот что я чувствую. Не, на самом деле, да, какашками здесь попахивает. Здесь, наверное, скот выгуливают. Видите, здесь уже травка растет, все растет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Зашли в ресторанчик, вернее, мы приехали на скалы и зашли в тот самый ресторанчик, в котором мы были когда-то, давно, три месяца назад. Еда здесь после шести, но зато красиво. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бардур Снаяфелсаса. Героя одной из исландских саг. Да, вот эта груда ко мне это статуя. Говорят, если пройти через отверстие в ней, это принесет удачу. Теперь надо идти от него в сторону морского берега и прогуляться по пешеходной тропе, которая соединяет деревеньки Хельнар и Арнарстапи. Всего в каждом направлении 2,5 километра. Тропинка ведет вдоль базальтовых скал, которые омывает Атлантический океан. Совершая прогулку вдоль берега, можно не только рассматривать десятки видов пернатых, но также и любоваться лавовыми образованиями, которые часто выглядят очень эффектно. Гуляли мы часа 2, и я считаю, что это место второе по топовости в нашем заезде. В нем есть своя атмосфера. Она какая-то манящая и умиротворяющая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова